С вами новая неделя и очередная подборка новостей из мира современных технологий и развлечений. Сегодня я расскажу вам о ноутбуке для киберспортсменов, шерстяном материале с памятью формы, приложении для создания собственной 3D-копии и виртуальном плеере на базе искусственного интеллекта. Тайваньская компания Gigabyte представила ноутбук Aorus 15P. Он рассчитан на профессиональных киберспортсменов и был выпущен в партнерстве с международным клубом G2 eSports. Лэптоп весом 2 кг прошел серию испытаний под давлением и доказал высокую прочность и надежность. Производитель обещает до 8 часов автономной работы от одного заряда. Дополнительную энергию потребляет RGB-подсветка для каждой клавиши. Экран ноутбука работает при частоте обновления в 144 Гц. В основе лежит процессор Intel Core i7-10750H с шестью вычислительными ядрами. Объем оперативной памяти DDR4-2933 может достигать 64 ГБ. Возможна установка двух накопителей M.2 SSD. В оснащение входят адаптеры беспроводной связи и Bluetooth, сетевой контроллер, стереофонические динамики и веб-камера формата HD. Новинка поступит на рынок в нескольких модификациях – с видеокартой GeForce RTX 2060 или RTX 2070. Стоимость лэптопа стартует от 120 тысяч рублей. Решение от Asus с лучшим процессором, видеокартой и частотой обновления 300 Гц обойдется вам уже сейчас в 180 тысяч рублей. В прошлом видео мы рассказывали о необычном смартфоне с задней панелью, меняющей цвет. После сообщений инсайдеров китайская компания Vivo выпустила официальное видео и продемонстрировала прототип будущего устройства. Выяснилось, что для достижения эффекта хамелеона использована электрохромная пленка, которая меняет степень прозрачности при подаче напряжения. Конструкция состоит из двух стекол, между которыми установлены электродные листы, а посередине располагается пленка. В результате кажется, что задняя поверхность меняет цвет серебристого на синий. Когда смартфоны появятся в продаже, пока неизвестно. Гонщик Мерседеса Льюис Хэмилтон создал свою команду для чемпионата Extreme E. Она получила название X44 в честь гоночного номера Льюиса. Первый сезон Extreme E стартует в январе следующего года. Коллективы будут смешанными и состоять из женщины и мужчины. Команде Хэмилтона предстоит на электрокарах-внедорожниках проехаться по Арктике, пустыне Сахара, лесам Амазонки и другим точкам. Однако сам шестикратный чемпион мира наравне с командой в гонках участвовать не будет. Исследователи из Гарвардского университета получили из шерстяных отходов уникальный материал с памятью формы. В его основе лежит волокнистый белок кератин, который содержится в волосах, ногтях и в переработанной шерсти. Он образует спиралевидную структуру в виде единой цепи – альфа-спирали. Ученые соединили их в нужном количестве и получили прочное волокно. Сначала исследователи напечатали на 3D-принтере кератиновые листы разной формы и запрограммировали их исходное состояние путем помещения в раствор перекиси водорода и мононатрий-фосфата. После этого при воздействии на листы материалу можно было на время придать различные формы. В одном из экспериментов команда в качестве исходного состояния выбрала форму звезды Оригами. Ученые окунули лист в воду, чтобы сделать его податливым, и свернули в трубку. Когда команда опустила высохшую трубку в воду, она развернулась и снова превратилась в звезду Оригами. Исследователи предлагают использовать новую технологию для изготовления универсальной одежды. Например, для бюстгальтеров с настраиваемыми формами и размерами чашек. Или вещей с вентиляционными отверстиями, которые бы открывались под воздействием влаги. Сервис Google Magento использует искусственный интеллект для создания креативных проектов. Последним из них стал Lo-Fi Player, виртуальный плеер, авторство которого принадлежит стажеру Виберту Тио. Идеей проекта было разработать комнату, где пользователи могут создавать свою музыку без специальных навыков и расслабляться под Lo-Fi Хип-Хоп. Получилось пиксельное пространство с объектами. Нажимая на них, пользователи могут выбирать скорость проигрывания, настроение, добавлять реверберацию и настраивать громкость. Также можно менять вид из окна, с которым автоматически меняется фоновый шум. Если хочется посидеть в комнате вместе с другими юзерами, можно подключиться к стриму на YouTube, где зрители управляют параметрами воспроизведения с помощью команд в чате. Код плеера доступен на GitHub. Команда Тио даже создала руководство, где объяснила, как заменять в веб-версии сэмплы и паттерны на свои собственные. Стартап In3D во главе с Дмитрием Ульяновым и Сергеем Шерманом создал приложение, с помощью которого можно сделать собственную трехмерную копию. Для этого потребуется только смартфон. Приложение доступно для владельцев iPhone. Для создания 3D-клона нужно снять себя на камеру телефона со всех сторон. После этого приложение сделает модель. Ее можно экспортировать в GTA 5 или Second Life, заставить танцевать, использовать как элемент дополненной реальности или для заказа джинсов по своим меркам. Американский автопроизводитель Lucid анонсировал выпуск электрического внедорожника Gravity. Он будет создан на платформе модели Air. Новинка укомплектована светодиодной головной оптикой с тонкими фарами и скрытыми ручками дверей. Также автомобиль оснащен багажником на крыше. Внедорожник окрашен в два оттенка – темный и светлый. Сообщается, что все модификации будут иметь аккумулятор на 113 кВт в час, полный привод и два электромотора. Китайская компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony 2.0, которая заменит Android. Со следующего года она распространится на все смартфоны. Мобильная версия операционной системы с открытым кодом станет доступна в конце этого года сначала для китайских разработчиков, а потом для всех остальных. Платформа может работать не только на смартфоне, планшете и ПК, но и на интеллектуальных устройствах, умных часах и автомобильных колонках. При этом с помощью Harmony 2.0 можно соединить несколько таких девайсов и управлять ими одновременно. Представитель компании заявил, что они постарались сделать такую ОС, чтобы китайские и зарубежные фирмы могли разрабатывать для нее популярные приложения. Играй в War Thunder. Присоединяйся к миллионам игроков в самом масштабном онлайн-экшене всех времен. Тебя ждут более 1700 танков, самолетов и кораблей 9 разных наций на всех знаковых полях сражений Второй мировой войны и более поздних периодов. Качай War Thunder бесплатно прямо сейчас на warthunder.ru Microsoft назвала дату выхода новых приставок Xbox Series X и Series S. Предзаказ на них стартует 22 сентября, а в продаже устройства нового поколения появятся 10 ноября. В компании рассказали, что Xbox Series X, которую разработчики считают самой быстрой и мощной консолью, можно будет купить примерно за 46 тысяч рублей. Цена Series S без оптического привода составит около 27 тысяч рублей. Мэрия Москвы пригласила учителей на курсы преподавания киберспорта. С 15 сентября для них будут проводить онлайн-лекции по жанровым особенностям компьютерных игр, истории развития киберспорта и организации безопасных тренировок. Объем курса составит 20 академических часов. За это время учителям расскажут о технической, тактической и психофизической подготовке киберспортсменов. На занятиях педагоги составят комплексы упражнений для развития мелкой моторики, мышечной скорости и зрительной реакции. Организатором курсов выступит один из московских центров. В 2019-2020 годах в его киберспортивных турнирах поучаствовали более 20 тысяч детей. Дептранс Москвы в ближайшее время запустит новые поезда Москва-2020 на линиях столичного метрополитена. Составы станут просторнее и технологичнее предшественников. Пассажирам обещают увеличенную вместимость, широкие дверные проходы и секции с USB-портами для зарядки устройств, которые установлены возле каждого сиденья. Новые поезда оборудованы системой автоматического обеззараживания воздуха. По две такие установки есть в каждом вагоне. Для информирования пассажиров впервые будут использованы консольные LCD-дисплеи под потолком, а светодиодная подсветка салона в цвет линий, по которой следует поезд, улучшит навигацию. А на этом я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю.